Здравствуйте! Вы смотрите программу диалоги в студии Евгения Лубянская. А в гостях у нас сегодня Роман Владимирович Жогов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель фракции «Единая Россия» в Воронежской городской доме. Здравствуйте, Роман Владимирович! И сегодняшний наш эфир будет посвящен предварительному голосованию, которое проводит «Единая Россия». Роман Владимирович, ну давайте начнем с того, что это такое вообще процедура предварительного голосования, какие ее основные цели и вообще для чего партия ее проводит? Вы знаете, «Единая Россия» фактически единственная партия, которая, используя современные технологии, определяет своих кандидатов с помощью простых людей, простого избирателя. Ну, наверное, можно говорить о том, что мы хотим посмотреть, оттестировать наших кандидатов, кто из них на что способен и кто из них пользуется доверием граждан. Соответственно, у нас открытая модель, то есть голосовать могут любые избиратели, любой человек, который зарегистрируется на нашем сайте через верификацию личности, через госуслуги. Соответственно, на сайте ПГИР он имел возможность, любой избиратель имел возможность проголосовать за того или иного кандидата. Для чего это необходимо? Ну, наверное, для того, чтобы первая партия посмотрела потенциал каждого кандидата, их возможности мобилизационные в том числе, то есть по проведению агитации и сколько они могут отмобилизовать своих сторонников. В том числе, хотелось бы, чтобы в ходе предварительного голосования каждый из кандидатов презентовал себя, презентовал программу. Они на этом сайте выкладывали ролики с обращениями, соответственно, с тем видением развития города, области, региона, предложения по, скажем так, федеральным законопроектам и прочим вопросам. Поэтому избирателям, конечно же, интересно познакомиться задолго до самих выборов с теми людьми, которых партия предлагает для голосования. Тем более, что кандидатом на праймере смог быть также любой человек. Мы достаточно открыты для того, чтобы говорить о том, что фактически мы пытаемся получить максимальную поддержку избирателя в ходе выборов и в ходе электорального процесса. Поэтому в этом ключе, я бы сказал, может быть, без лишней скромности, без лишних, скажем так, слов, что мы на данный момент можем говорить о том, что мы очень демократичная партия. Потому что позволяем всем принимать участие в наших фактически партийных процедурах. Если говорить о праймере свода 2021, о предварительном голосовании, в этот раз мы отбирали кандидатов куда? Мы отбирали кандидатов в федеральное собрание, в Государственную думу. Соответственно, у нас 4 одномандатных избирательных округа и регион получил возможность выдвинуть свой партийный список. То есть граница региона это округ общепартийный, по которому мы выдвигаем своих кандидатов. Которые пойдут потом? Которые фактически пойдут. Но решать, конечно же, будет все съесть на основании тех результатов, которые показали наши одномандатники и партийцы. Было два бюллетеня. За один, по одному бюллетеню голосовали за кандидата по одномандатному округу. И второй бюллетень по партийному списку. И, соответственно, тот, кто получает максимальное количество голосов избирателей в ходе кампании по предварительному голосованию, предварительному отбору. Тот фактически все шансы имеет быть утвержденным на федеральном съезде, который состоится 19 июня. И уже побороться за места в Государственной думе. И уже побороться, естественно, вместе в одной команде, вместе с партийцами, побороться за эти мандаты. Роман Владимирович, если вернуться к самой процедуре голосования, второй год она проходит онлайн. То есть это дистанционно. Вот плюсы этой процедуры и, конечно же, главный еще вопрос, насколько она защищена. Насколько защищены данные тех выборщиков, которые в ней принимают участие? Вы знаете, вот как раз электронное голосование позволяет полностью исключить любую возможность для того, чтобы как-то повлиять на результаты. Более того, сайт pgr.ru фактически контролируется федеральным руководством партии. Мы никаким образом не могли повлиять на результаты. И исходя из этого, тот результат, который показывают наши кандидаты, это тот результат, которым доверяет федеральный центр и, соответственно, федеральная партия. То есть это реально объективная оценка тех усилий действующих депутатов, которые у нас выдвинулись на праймерис. И тех людей, которые, скажем так, своим авторитетом, своим доверием, скажем так, дают нам возможность наращивать электоральный потенциал для партии. И в этом ключе очень важно, чтобы у нас были представлены все сферы. Люди из представителей с различных категорий населения, в том числе социалка, в том числе и управление, молодежь, что немаловажно. У нас появились сейчас в списке, кроме наших действующих депутатов, которые фактически своим опытом, своим авторитетом, несомненно, заслуживают уважения и доверия граждан, и фактически в том числе являются победителями праймерис. Но мы увидели то, что те люди, которые горели желанием что-то доказать и показать себя, они это сумели сделать. К нам заявился на праймерис зам. руководителя ОНФ федерального Костюкевич Игорь Юрьевич, и он фактически в ходе праймерис очень много сделал. Те инициативы, которые выдвигались в рамках кампании, они были очень достойными, допустим, по ветеранским организациям, по их поддержке, по студенческой молодежи. Ведь тот же Костюкевич у нас в ОНФ возглавляет молодежку. И, соответственно, нам было очень важно, чтобы были представлены кандидаты, которые в том числе в молодежной среде пользуются уважением. И, в принципе, те люди, которые могут что-то дополнительно привнести, дать для региона. Я считаю, что наши кандидаты все достойны. И Ревенко, и, соответственно, Тулино, которая фактически второе место у нас заняла по праймерис. Они фактически дают для региона дополнительные, скажем так, возможности. И социалка, врачи, ну, сами понимаете, наверное, лишним излишним говорить, что для нас значит медицина. Тем более, что Ирина Тулинова, она фактически возглавляет достаточно важное направление борьбы со СПИДом. И, соответственно, поддержка врачей, конечно же, наверное, транслировалась в сторону ее кандидатуры. Поэтому она заняла, конечно же, достаточно высокое второе место. И я считаю, что это объективная картинка. Конечно же, следует отметить наших известных, уважаемых депутатов. И Князева, и Пешикова, которые, конечно же, пользуются огромным авторитетом среди сельхозников. И тот же Князев, скажем так, является депутатом областной думы, уже не первый созыв. Естественно, он известен. И, естественно, он достаточно популярен среди сельхозников, имеет большую поддержку. И поэтому нет ничего удивительного, что аграрии, конечно же, те люди, которые связаны с, скажем так, с этим сектором, конечно же, оказали ему поддержку. Что касается того же Пешикова, это мои коллеги в прошлом, да и, в принципе, по партии в нынешней ситуации. Достаточно большое внимание молодежи уделяется им, спорт и все остальное. Я прекрасно понимаю, сколько усилий приходится этим людям вкладывать в своих округах, для того, чтобы получить определенную поддержку, для того, чтобы быть успешными. Тут же Пешиков является заместителем руководителя фракции в законодательном собрании, в региональном. Поэтому я считаю, что, в принципе, достойные люди, которые показали себя. Ну, я промолчу про уважаемых наших одномандатников, которые достаточно активны были и в рамках партийной кампании. Я надеюсь, что они себе еще проявят. Их все знают, уважают, любят, ценят, поэтому и, наверное, голосуют. Ну, вот, кстати, если говорить об Агралиях, вы говорили, говорят, что, ну, я видела программу, с которой сейчас выходит Алексей Васильевич Гордеев. То есть там очень серьезная программа, ну, понятно, опыт давно в политике, знает наш регион хорошо. То есть это тоже программа, которая направлена именно вот на этот сектор. Естественно. Алексей Васильевич Гордеев имеет, безусловно, непререкаемый авторитет в регионе. И все прекрасно понимают, какой тренд развития он задал, когда он был у нас губернатором. Естественно, люди это помнят, знают. И, соответственно, мы очень, скажем так, заинтересованы в том, чтобы Алексей Васильевич дальше представлял наш регион, для того, чтобы регион мог иметь сильного лоббиста интересов Воронежской области. И поэтому, конечно же, я думаю, скажем так, та поддержка, которая оказана Алексею Васильевичу, она достаточно беспрецедентна и в разрезе региона, и города Воронежа. Поэтому, в принципе, все кандидаты фактически идут не только под брендом «Единая Россия», но и под брендом команды Алексея Васильевича Гордеева. Роман Владимирович, ну а если подвести итог, вот, к голосованию 2021, предварительному, в принципе, нормальный результат показали? То есть жители откликнулись, пошли голосовать онлайн, хорошо проголосовали? Вы знаете, было достаточно времени, практически месяц с небольшим, для того, чтобы иметь возможность зарегистрироваться в качестве выборщика, и, соответственно, целая неделя для того, чтобы проголосовать. Поэтому этого времени, конечно же, хватило для того, чтобы мы смогли качественно провести эту процедуру, работать спортивным активом, работать, и работали штабы, работали кандидаты наши, естественно, со своими командами. И поэтому в данной конфигурации я, честно говоря, скажу то, что мы удовлетворены тем результатом, который получился, тем более, что 167 тысяч зарегистрировалось по региону, это чуть больше 8%, и 8% проголосовало от количества избирателей региона. 140 тысяч с небольшим проголосовали, сделали свой выбор. Я считаю, что регион получил очень достойный результат в разрезе ЦФО, да и, в принципе, по стране мы достаточно хорошо себя показали. То, что мы выбрали электронное предварительное голосование, это говорит о том, что мы, в принципе, не боимся сложности, мы не боимся идти вперед, шагать в ногу со временем, и реализовывать те, скажем так, проекты, в том числе блокчейны, которые сейчас активно внедряются. И мы живем фактически уже в новой реальности, поэтому мы должны приспосабливаться, мы должны быть гибче, и мы должны фактически идти в ногу со временем. Поэтому мне кажется, что данная, скажем так, система, та же блокчейн, она позволяет, первое, защитить и обеспечить легитимность процедуры, чтобы ни у кого не было сомнений к ее честности. Хотя я прекрасно понимаю, что те, кто это не делает, и кто на такие шаги не идет, естественно, будут там, возможно, критиковать, цепляться и прочее. Это все понятно, это все объективно, это жизнь, от нее никуда не деться. Но мы-то для себя понимаем, что мы, в принципе, способны, мы как раз, скажем так, хотим быть современными, быть в тренде. — Ну, это, кстати, сейчас важно. — Да, спасибо. — И в завершении нашего разговора у меня еще один вопрос. Вы уже сказали, что те люди, те кандидаты, которые поддержал Леворонежцы, они будут утверждены в списках окончательно на съезде. — Это решать съезд будет. — Да, это будет решать съезд. Но как бы кандидатов было гораздо больше, которые участвовали в предварительном голосовании, и многие шли с интересными проектами, с интересными предложениями. Дальше партия готова с ними сотрудничать? Может быть, привлекать именно в партийных каких-то проектах? Может быть, как новые кадры принимать? Вот те люди, которые, ну, скажем так, немножечко не набрали больше голосов, но, в принципе, очень интересные. — Вы знаете, как раз сама процедура фактически направлены на то, чтобы выявлять активных людей, которые имеют определенную поддержку граждан, избирателей наших, да, чтобы выявлять новых лидеров. И фактически мы ведем учет таких людей. Естественно, у нас избирательные кампании практически через год, да, происходит через два, да, разного уровня, особенно муниципальные выборы ежегодно. Поэтому мы очень заинтересованы в выявлении вот таких новых лидеров политических, которые активны, молодежи, общественников, для того, чтобы их использовать для усиления партийной работы, для укрепления степени доверия к партийным институтам, и, соответственно, расширению электоральной базы партии, расширению той поддержки, которую партия имеет на сегодняшний день. Я не говорю, что это идеальная картина и прочее, но мы, по крайней мере, стараемся это делать. Тем более, что праймерис — это не процедура, когда в каких-то кабинетах садятся люди и решают, кто идет, кто не идет. Это, извините, процедура позволяет как раз выявить сильнейших. Вы посмотрите на другие регионы. В некоторых регионах были неожиданные результаты для многих. У нас есть примеры, когда действующие депутаты проигрывали праймерис. Естественно, эта процедура предназначена для того, чтобы выявить степень доверия, отмобилизовать наших сторонников. Ведь очень важно для партии, для любой партии, именно в рамках избирательной кампании отмобилизовать наибольшее количество своих сторонников. И фактически праймерис позволяет не только выявить лидеров, не только определить поддержку каждого из них, но и отмобилизовать еще фактически своих сторонников на свою электоральную поддержку. Соответственно, мы очень, конечно, рассчитываем, очень настроены на то, чтобы, скажем так, получить достойный результат в регионе. Мы настроены на то, чтобы каждая из нашей команды, партийная команда, которая есть, была настроена на работу, работу с избирателем, на пользу региону. И мы очень настроены, чтобы наибольшее количество наших кандидатов получило искомы, соответственно, мандаты депутатов Государственной Думы. Будем поддерживать, будем, скажем так, работать. А те, кто проиграл, они не проиграли. Они показали себя. И, соответственно, мы их все ждем в нашей команде партийной. И, соответственно, чтобы мы могли двигаться дальше и показывать достойные результаты. И это, конечно, не самое главное. Главное – это забота, защита и развитие региона. Роман Владимирович, большое спасибо за интересную беседу, за подробную беседу. Надеюсь, что в этой студии мы теперь встретимся, когда будет полная фаза выборов. Вы нам подробно расскажете, как они проходят, как у нас регион представлен. Ну а на сегодня у нас все. Встретимся в эфире телеканала КТВ. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok